Все вы знаете про зубы мудрости. И у большинства из вас зубы мудрости ассоциируются с проблемами. Отчасти это так и есть. Но в этом видео я хочу показать, что все не так однозначно. И я вам покажу два примера удаления зуба мудрости. Простое и сложное. Чтобы вы понимали, что если зуб мудрости, то не обязательно сложный для удаления. Ну а если сложный, почему сложное удаление является таковым? И так как сложные удаления зубов мудрости в основном бывают на нижней челюсти, то и для примера я взял нижние восьмерки. Итак, начнем с простого удаления. В таком случае зуб находится в зубном ряду и полностью прорезался. Коронковая часть зуба не разрушена, поэтому его легко взять щипцами или упереться инструментом. Делаем проводниковую анестезию. Это когда раствор анестетика вводится в место, где проходит ствол нерва, обеспечивающего чувствительность операционной зоны. В данном случае это мандибулярная анестезия. Она так называется, потому что с ее помощью мы выключаем мандибулярный, или если по-русски, нижнечелюстной нерв. При этой анестезии выключается чувствительность половины нижней челюсти. Добавляем инфильтрационную анестезию. При этом раствор анестетика вводится вокруг и непосредственно в зону хирургического вмешательства. После наступления анестезии производим отслоение круглой связки зуба. Кстати, даже пеликан из мультика «В поисках Немо» знает про эту манипуляцию – разрыхление или отслоение периодонтальной связки. Найджел, ты удаление пропустил. О, периодонтальную связку разрыхлел? О чем я болтаю? После этого рабочей частью инструмента под названием элеватор, который похож на тонкую отвертку, заходим в щель между седьмым и восьмым зубом. И деликатными движениями начинаем вывихивать восьмерку. При этом надо быть внимательным и предельно аккуратным, чтобы не повредить седьмой зуб. Данный способ является одним из способов удаления, возможно и применения щипцов. В каждом конкретном случае хирург выбирает наиболее подходящий способ экстракции зуба. Зуб вывихнут полностью. Удаляем его из лунки. Наиболее внимательные могут заметить, что вот тут не хватает части корня. И действительно, при удалении произошел перелом верхушки дистального корня, который я, конечно же, потом удалил. Пришлось совсем немного повозиться, но, к сожалению, этот этап я не записал на видео. В итоге получилось немного дольше и сложнее, чем при простом удалении, но это не страшно. Да, например, лишний раз показывает, что в хирургии нужно быть готовым ко всему и уметь справляться с разными ситуациями. Закладываем в лунку удаленного зуба лекарства для профилактики воспалительных осложнений, таких как, например, альвеолит, это воспаление лунки. Это необходимо делать, когда лунка плохо заполняется кровяным сгустком. Выбор лекарства может быть разный. В данном случае я кладу гемостатическую губку с йодоформом. Если видео смотрят стоматологи, напишите, пожалуйста, что используете вы. Лунку можно зашить. Опять же, все индивидуально, и в данном примере лунка оставляется без ушивания, будет заживать вторично. Теперь давайте рассмотрим сложное или атипичное удаление зуба мудрости. Но прежде посмотрим рентгеновский снимок. Здесь мы видим восьмерку, которая не прорезалась, и если вы обратите внимание, она еще даже полностью не выросла, у нее недоразвиты корни. И казалось бы, она стоит ровненько, и у нее есть все шансы вырасти и прорезаться, но дальше вы поймете, что это не так. На самом деле она расположена под углом, и этого не видно на плоском 2D снимке, что лишний раз показывает преимущество компьютерной томографии при планировании операции, будь то сложное удаление или дентальная имплантация, или что-то еще. Я сделал для вас модель рентгена, как бы выглядел этот зуб, если бы он вырос и был расположен правильно. Но, к сожалению, у этого зуба другая судьба. Для его удаления нам надо сделать разрез слизистой, убрать часть кости, закрывающей зуб, и создать для него окошко для извлечения. В данном случае также производим уже известную вам мандибулярную анестезию. Делаем разрезы и отслаиваем слизистую над местом расположения зуба. Далее с помощью бора снимаем костную стенку, покрывающую наш зуб. Мы получили такое костное окошко, через которое будем извлекать зуб. Здесь вы можете увидеть истинное расположение зуба. Видно, что он располагается не так ровно, как нам казалось на снимке. На самом деле он, можно сказать, лежит, повернут с жевательной поверхностью в язычную сторону. Далее элеватором вывихиваем зуб. Готово! Промываем лунку раствором антисептика, закладываем в лунку лекарства и ушиваем рану. Данный пример является лишь одним из возможных вариантов сложного удаления зуба мудрости. И здесь нам даже не пришлось распиливать сам зуб, что часто требуется при работе с атипично расположенными восьмерками. Но сама экстракция – это всего лишь один из этапов удаления зуба. И надо понимать, что не менее важным является послеоперационный уход, перевязки, лечение и так далее. Ведь даже при прекрасно великолепно выполненной операции можно получить серьезные осложнения, если не наблюдать за пациентом. И, кстати, об этом я рассказываю в одном из своих видео, которое рекомендую посмотреть, если вы этого еще не сделали. Но если вам понравилось это видео, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. На этом все. Берегите свои зубы. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok